Наш бухгалтер Центра гарантии Мальцева Елена, она вам расскажет о финансовой отчетности. Я с вами поговорю об управлении проектом и о отчетности содержателя по вашим проектам. Здесь, обратите внимание, есть вкладка, в чате есть вкладка общая и есть вкладка вопросы. Поэтому, пожалуйста, чтобы мне было удобнее отвечать на ваши вопросы, которые будут возникать в процессе вебинара, пишите их сюда, чтобы я могла их потом озвучить и не выискивать из общего чата. И потом ответить на них. Итак, давайте тогда начнем. Ну, с чего начнем? Начнем мы с договора. Как я уже сказала, вернее, писала вам ранее, договор мы уже подготовили. После вебинара в течение этой недели до конца недели я вам отправлю все договоры. Мы будем с вами их согласовывать. Обязательно нужно будет обратить внимание на моменты, которые я сейчас покажу в прямом эфире вам договор и проговорим. Итак, в первую очередь, когда вы получили грант, обязательно нужно, это на будущее, не только относится к нашим конкурсам, обязательно необходимо прочитать договор и условия использования этого гранта. Поэтому давайте сейчас мы обратимся к договору, который будет у вас у всех на руках. Я вам его отправлю. Кроме этого, к договору будет еще пять приложений. Не пугайтесь, это непосредственно сам договор. К договору будет приложение в качестве приложения описание проекта вашего с календарным планом. Второе приложение – это бюджет проекта, в соответствии с которым вы будете расходовать ваши средства. Приложение номер три – это форма финансового отчета, четвертая – форма содержательного отчета и единые требования к отчетности. Уже в письменном виде, на основе которых мы, в принципе, в общем-то с вами и будем обсуждать отчетность по нашим грантам. Итак, начну. Договор пожертвования, благотворительного целевого пожертвования на передачу средств. Этот договор налогом не облагается, поэтому, если будут сразу вопросы, да, этот договор налогами не облагается, так как это пожертвование и целевого пожертвования вы будете тратить на цели, которые определены в договоре приложения номер три – бюджет проекта. Кроме этого, когда я вам отправлю договор, вам необходимо будет проверить и обратить внимание на следующие моменты. Так, где у нас стрелочка? Что-то делось. Сейчас мы попробуем найти вот эту стрелочку. Обратите внимание на сумму, которая у вас будет прописана в договоре, сравните ее с бюджетом. Внимательно проверите бюджет, все ли статьи расхода, которые вы запрашивали, правильно описаны. Нет звука. Анна Журавлева, нет звука, плохо слышно, треск. Ну, вероятно, это связь. Поэтому, да, к сожалению, здесь я ничего не смогу вам, ничем не смогу вам помочь. Поэтому давайте будем продолжать, будем надеяться, что связь с тобой не справится. И мы сейчас попросим коллег, чтобы они отключили лишнее скачивание и трафик, чтобы у нас было получше. Итак, продолжим. То есть вам необходимо будет проверить общую сумму гранта и сравнить. С бюджетом и проверить статьи бюджетов. Также напоминаю, что срок расходования через слово «понятно» изнутри бежит. Так, так, так понятно? Слышно меня или плохо? Ничего не понятно. Плохо. Так. Настя, ты не попросила, чтобы там билочки вышли? Трафик, выключили, тоже нужно. Супер, что плохо слышно. Говорить медленнее. Так, сейчас. Сейчас попробуем умладить. Попробуем отключить все лишние скачивания. График, который у нас. Попробуем. Так. Не знаю, что этоают. Сейчас, как сейчас вы слышите, все-все выключено. Голодь бежит, попадает очень плохо. А вы поехали в одну очередь? Сейчас, ну вот, плохо пишут, плохо, плохо, плохо. Заикаюсь. Что же мне делать с вами? Что же мне делать с вами? Попробуемся. Я попробую переключить на наушники. Можно на наушники переключить? Так, коллеги, мы отключимся, не надо. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. 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 Давайте так попробуем. Так, меня слышно? О, отлично. Все. Отлично. Все. Отлично. Тогда будем общаться так. Хорошо. Ну, тогда продолжим. Итак, напоминаю, что срок реализации вашего апреля с 1 июля 2017 года, то есть вы, в принципе, уже могли начать ваши мероприятия, которые были запланированы. И в срок до 31 декабря. Срок расходования средств, то есть до 31 декабря, так вот здесь ошибка, до 11 января и до 31 декабря это неверно. У вас до 31 января у вас срок расходования средств и 2018 года. Так, здесь ошибка. На что еще нужно будет обратить внимание? Приложение это то, что вы будете расход, я уже говорила, что вам необходимо расходовать средства в соответствии с бюджетом приложения 2 к нашему договору. И суммарный бюджет не может иметь перерасход. То есть если вам выделено на 138 тысяч рублей, вы в соответствии с вашим бюджетом и статьями расхода, которые вы запланировали, должны будете расходовать ваши средства. Опять заикаюсь. Это вот что-то уже, наверное, да. Суммарный бюджет, у нас все хорошо, очень здорово. Продолжаем тогда. А суммарный бюджет не может иметь перерасход. То есть что имеется в виду? Если вы в рамках какой-то статьи бюджета, если она у вас, допустим, расходы по канцтоварам у вас запланировано по бюджету 3 тысячи, а вы потратили 3,5, то к расходу вы прикладываете только 3 тысячи. Об этом, наверное, поподробнее вам расскажет Анна, поэтому я продолжу. Если вам требуется предварительно изменить, внести изменения, понятно, что мы рекомендуем придерживаться бюджета запланированных расходов и бюджета. Но бывают случаи, когда необходимо внести какие-то коррективы, потому что бывает вам предоставили скидку, либо какая-то услуга, которую вы планировали платно, вам предоставлена бесплатно и так далее. Если вы сэкономили на каких-то статьях и требуется перебросить или перераспределить бюджет, в этом случае вам необходимо заранее позаботиться о том, чтобы была возможность пересмотреть бюджет. То есть вы пишете письмо, вы присылаете мне письмо с просьбой внести изменения в бюджет, при этом в письме вы объясняете, если кому-то нужен образец письма, он у меня есть, вы можете мне отправить запрос, я вам его отправлю. Прикладываете статьи бюджета, бюджет уже в измененном виде, как вы его хотите изменить, соответственно мы его согласовываем и если вопросов не возникнет, мы вам даем разрешение, соответственно письмо и вы можете тратить так, как вы запланировали перерасход. Что на что еще в договоре необходимо обратить внимание? Вы по итогам реализации проекта, вы должны будете предоставить итоговый и финансовый отчет. Промежуточных отчетов, как таковых промежуточных отчетов нет, но они могут быть запрошены. В случае, если у нас возникнут какие-то вопросы или может быть для контроля и мониторинга, бухгалтер попросит или попросит фонд, который поддерживает данный конкурс, в данном случае это фонд Тимченко, поэтому не удивляйтесь, возможно будут какие-то запросы. Естественно, ежедневно у вас будут запрашивать, мы попросим вас подготовить календарный план основных мероприятий для того, чтобы можно было его освещать на страницах наших ресурсов. Кроме этого, все мероприятия, которые вы планируете, крупные и наиболее значимые в вашем проекте, вам нужно будет его подготовить и прислать. То есть это мы дополнительно, можете уже начинать готовить, я пришлю письмо, запрос об этом календарном плане, я, либо придет с адреса Анастасии Чепель, которая у нас занимается пиар-поддержкой наших конкурсов. Поэтому не удивляйтесь, она у нас человек строгий, настойчивый и, да, во-первых, это для вашей же пользы, для того, чтобы продвинуть ваш проект, рассказать о том, что вы делаете, привлечь внимание к нему, поэтому вам необходимо будет готовить небольшие информационные сообщения по определенным, если не на все, то на крупные мероприятия, пресс-релиз, пост-релиз, с фотографиями и так далее. Ну, это уже отдельная дума с Анастасией, можно будет пообщаться и более подробно это обсудить. Сейчас задерживаться на этом не будем. Но, как я уже сказала, по итогам вам нужно будет подготовить итоговые отчеты, финансовые, содержательные, и вам нужно будет его подготовить до 15 февраля 2018 года. То есть не позднее этой даты, которая у вас указана в договоре, отчеты должны появиться у меня в офисе в бумажном виде, один экземпляр финансового отчета, один экземпляр содержательного отчета и в электронном виде. В электронном виде финансовый отчет вы предоставляете только реестр, то есть табличку, где заполняете все ваши расходы с подтверждающими документами, содержательный, а также есть форма, куда вы заполняете ваши аналитические размышления по поводу того, что вам удалось, что не удалось, как улучшить, возможно, что получилось, и какой эффект ваш проект возымел на территорию, на целевую аудиторию и местное сообщество. На этом немножко тоже попозже я остановлюсь. Дальше, на что необходимо обратить внимание, что ответственность за подготовку отчетов, содержательного отчета, несет руководитель проекта, то есть он готовит и собирает все документы, которые необходимы будут к отчету, а бухгалтер несет ответственность персонали за составление финансового отчета. То есть все вопросы, которые будут касаться содержательной или финансовой отчетности, будут адресованы соответствующим людям, бухгалтеру либо руководителю. Поэтому имейте в виду и призываю вас к этому относиться довольно серьезно, потому что это договор, это деньги, и вы отчитываетесь не только перед нами, но вы отчитываетесь перед фондом, потому что вся ваша отчетность с нашей стороны будет также проанализирована и передана в фонд Тимченко, который финансирует и проводит данный конкурс. Также прошу вас обратить на пункт 4.3.4.4, где сказано, что в связи с тем, что необходимые для финансирования проектов победителей конкурса «Активное поколение» были предоставлены фондом Тимченко, мы разрешаем вам, то есть благополучателю, сделать так, чтобы все участники проекта были проинформированы о той роли, которую играет фонд в финансировании проекта. И рекомендуем вам во всех заявлениях и публикациях упоминать финансируемый проект в печатных материалах, в брошюры, где-то вы будете, я не знаю, листовочки какие-то, плакаты, объявления. Внизу мы не говорим о том, что вы должны крупными буквами, прям во все увидения, во все услышания заявить, что это «Активное поколение» и фонд Тимченко, но во всех заявлениях публичных, во всех заявлениях печатных должно быть упоминание. И мы вам рекомендуем употреблять следующую фразу, что средства предоставлены благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. В случае, если средства массовой информации у нас не любят данного рода информацию, не считают, что это реклама благотворительных фондов, поэтому мы допускаем, что вы можете употреблять фразу не «Средства предоставлены благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко», а что ваш проект реализуется в рамках конкурса социальных проектов «Активное поколение». Тогда будет хотя бы какая-то актуальная ссылка на конкурс, который проводится этим фондом. Имейте в виду, это тоже, опять же, как некая благодарность может быть расценена фонду с вашей стороны, помимо того, что вы реализуете отлично ваш проект. Также мы рекомендуем вести учет расходования средств по проекту отдельно от всех остальных средств благополучателя. Бухгалтера, я думаю, что поймут, о чем идет речь. Она, возможно, вам объяснит, в чем дело, если кому-то непонятно, чуть позже, когда она будет говорить об этом. Но мы рекомендуем завести даже отдельно папочку для ведения конкурса. Мы всегда об этом говорим, куда складывать все документы, которые касаются реализации вашего проекта. Неважно, фотографии это, какие-то договоры, копии договоров, то есть оригиналы вы отдаёте в бухгалтерию, копии для того, чтобы потом подготовить отчет, вы складываете в отдельную папочку. Так ее назовите под названием вашего проекта и складываете туда все необходимые документы. Все листовки, анкеты, я не знаю, что еще там, чеки и копии чеков имеется в виду. Не оригинал, то что оригиналы все у вас будут уходить в бухгалтерию. О, перелистнула я сильно, по-моему. Сейчас, минуточку. На что еще нужно обратить внимание в договоре? Что вам необходимо сохранять документы до 21 года, 31 декабря, потому что по настоящему договору мы имеем право у вас или возможность, необходимость, если такая появится, запросить все необходимые документы, касающиеся расходов по данному договору. Что касается мониторинга пожертвования, да, здесь тоже есть нюансы, которые я вам сразу могу озвучить, что по мере возможности, то есть мы имеем право проводить выездные проверки деятельности по проекту с целью проверки или мониторинга того, как идет реализация проекта. То есть это не воспринимайте это как некий такой, знаете, как церберский контроль, а, скорее всего, возможность получить какую-то экспертную консультацию, поддержку по реализации вашего проекта. То есть, возможно, человек, который к вам приедет, это могу быть даже не я, а мы можем пригласить стороннего человека, приехать к вам и можете получить у него консультацию и его точку зрения на определенную ситуацию, которая может вывернуть ваш проект к невероятному успеху привести. Поэтому не воспринимайте эти мониторинги, как или звонки, которые мы делаем. Я или вот Настя будет в течение вашего проекта вам звонить, если вы будете опаздывать с информацией по вашим мероприятиям. Да, она будет звонить вам и спрашивать, угрожать. Она мне подсказывает, что где ваша информация, давайте, давайте, фотографии, чтобы было красиво, интересно рассказать о вашем проекте. Вот, то есть это не, еще раз, не воспринимайте это как надзор, а как поддержку, экспертную, возможно, поддержку. И не забывайте, не бойтесь звонить и спрашивать совета или консультации. Что еще по поводу целевого финансирования? То есть в случае, если вдруг мы увидим или найдем в ваших действиях или услышим где-то сторонним, у нас суши везде есть, высоко сидим, далеко глядим, вдруг какая-то ситуация нехорошая и будет расценена как нецелевое финансирование, мы можем прекратить, либо приостановить, либо прекратить финансирование ваших проектов. На это обращайте внимание, потому что вы должны тратить все средства в соответствии с законодательством. если ваши траты выходят за рамки законодательства, они могут быть признаны нецелевыми, что ведет к наказанию. Поэтому обязательно следите за этим и будьте внимательны. Здесь ознакомитесь более подробно, я не буду останавливаться, чтобы сильно не задерживать ваше внимание. и когда вам придет, так, вот смотрите, что еще, я на что здесь у нас дальше идет. Статья расходов в бюджете. Так, это я уже переключилась снова. Вот когда я вам отправлю договор, вам необходимо будет посмотреть со своей стороны реквизиты. Здесь я удалила. Вот здесь будут вписаны ваши реквизиты. Очень внимательно посмотреть, особенно если это муниципальные учреждения, не коммерческая организация, не общественная, потому что там проще, у них обычный счет в любом коммерческом или некоммерческом банке открывается, и там будет проще. Муниципалитет, у муниципалов и бюджетников, вернее, это сложнее. Поэтому прошу вас обратить внимание на правильность заполнения ваших реквизитов. Обязательно должен быть в лицевой счет, если он у вас присутствует, вне бюджетного лицевого счета. Это должны быть КБК. Бухгалтер у меня все время спрашивает, она на этом остановится, еще вам скажет, задавайте вопросы, если кому непонятно будет, если это бюджетники. Что касается инициативных групп, с инициативными группами будет также заключен договор пожертвования, целевого пожертвования передачи. Договор будет с физическим лицом, с руководителем инициативной группы. Также будут прописаны сумма проекта, выделяемая на проект сумма бюджета, также будут все приложения, бюджет и форма отчетности, рекомендации по подготовке отчетности. Но если мы с юридическим лицем переводим сумму единоразово на расчетный счет, то с инициативными группами есть несколько вариантов расчетов. Первый – это либо мы вам оплачиваем ваши расходы, вернее, ваши договора и счета с третьими лицами, то есть вы идете в организацию, в которой хотите приобрести услугу или материалы расходные, просите заключить договор. Договор. На центр гарант, то есть на те реквизиты, которые будут у вас в договоре указаны, не на себя, не на физическое лицо, а на центр гарант. И просите выставить счет, документ, по которому будет оплачена эта услуга или материалы, также на центр гарант. Эти документы должны быть заверены со стороны третьего лица. Отправляете документы нам с письмом, запросом на оплату этих документов. Мы их оплачиваем, и мы их оплачиваем, то есть таким образом производятся расходы с инициативным группой. Это первый вариант. Второй вариант. Вы расходуете средства, собственные средства, собираете все документы, подтверждающие ваши расходы, согласно бюджету, опять же, и запланированным статьям расходов. Либо по мере необходимости присылаете их нам, предварительно там отсканировав их, прислав нам сканы, а затем оригиналы, потому что с инициативными группами компенсация только на основе оригиналов, но на этом тоже у нас остановится более подробно Аня. Пересылаете нам, и мы вам условно частично, там в течение срока реализации проекта компенсируем ваши расходы. Либо единоразово в конце реализации вы собираете все документы, предоставляете их нам, то есть готовите также отчет, как и все остальные организации. Готовите отчет, предоставляете только не копии, а оригиналы документов, присылаете нам, и мы вам компенсируем сумму целиком. Если что-то непонятно, вы можете звонить и более подробно уже в личном разговоре мы с вами обсудим и проговорим, что и как. Ну, это вот то, что касается договора. Теперь вернемся к тому, как мы, помимо того, что мы должны контролировать наши расходы, смотреть, мы должны контролировать еще реализацию наших проектов, успеть решить задачи и достичь этой цели, которую мы поставили перед собой в рамках проекта. Поэтому мы всегда рекомендуем выполнение плана без команды проекта. Это невозможно. Если руководитель проекта берет всю ответственность и весь груз реализации проекта на себя, это всегда сложно. Это всегда может привести не к тем результатам, которые вы планировали. Поэтому предлагаю, если еще кто-то еще не начал реализовывать ваш проект, собрать всю команду проекта, сверхъединомышленников и распределить обязанности прямо по плану, который у вас был предварительно в рамках вашей заявки расписан. Проговорить все мероприятия, сроки проведения этих мероприятий, проговорить ответственности, кто за что отвечает. Естественно, общее руководство на руководителя проекта, ну и команда проекта здесь немаловажна, потому что без поддержки команды руководитель один, как говорится, в поле не воин. Прошу тоже на это обратить внимание и не стесняться разговаривать и собирать вашу команду периодически, там раз в месяц и обговаривать, какие успехи, кому что помочь и так далее, и так далее. То есть это, на мой взгляд, необходимо. А также мы не рекомендуем отступать от намеченных пунктов плана. То есть это естественно, и безусловно, если у вас есть четкий план, вы должны стремиться следовать ему, как по-написанному, поэтому безусловно, есть какие-то критические ситуации, когда есть необходимость отступить от этих сроков, поэтому это обязательно должно быть согласовано, опять же, если прям критически какие-то серьезные отступления от сроков или от планов, здесь имеется в виду планы, если вы понимаете, что такое сроки и планы, то есть план, те мероприятия, которые вы запланировали, чтобы достичь результатов и достичь цели. И если вы их меняете или двигаетесь не в том направлении, результаты не получатся, поэтому все, что сделано, запланировано, необходимо сделать и строго придерживаться этого плана. Только в крайнем случае, если вы уже действительно видите, что вот есть какой-то ситуация такая, что вам необходимо как-то повернуть деятельность вашего проекта в другое русло, которое приведет к наибольшему результату и будет более эффективно, то безусловно, да, так, конечно, придерживаться. Сроки тоже могут быть скорректированы, но желательно также придерживаться их, чтобы успеть вовремя реализовать все намеченные планы. они также могут быть подвергнуты корректировке. Многое не зависит от нас, потому что мы тоже люди, и погода, и может подвести и партнеры, и так далее, и так далее, но опять же, команда, планирование, это все должно быть на первом плане. Не забывайте об этом. Что дальше? После того, как мы с вами реализовали все наши мероприятия, строго следовали нашему плану, контролировали наш бюджет, нам необходимо провести анализ результатов нашей работы. И основным документом этой работы, проделанной работы является отчет. И вам необходимо будет сделать сравнение ваших достигнутых результатов, и на что нужно будет ответить на несколько вопросов, которые будут обозначены в вашей форме отчетности, содержательной. То есть достигнута ли цель проекта то, что вы перед собой ставили? Мы всегда говорим, что соцпроектирование, особенно проектирование, которое рассчитано не на продолжительный срок, цели должны быть реалистичны, они должны быть достижимы в рамках наших проектов. Поэтому достигли вы цели это или нет? Если не достигли почему, проанализируйте, напишите, расскажите нам об этом. Каковы положительные или отрицательные последствия проекта? Это тоже важно не только для нас, но и для вас, чтобы в дальнейшем избежать каких-то опрометчивых шагов и сделать вашу работу более эффективной. То есть вам нужно ответить, что получилось, что не получилось, почему это произошло, кто в этом ответственность за это несет, возможно, или природа, возможно, несет за это ответственность. Поэтому бывают такие случаи. Немаловажно проанализировать, какой была атмосфера проведения проекта. Насколько люди были вовлечены, насколько это было им интересно, насколько это было для них актуально, будет ли иметь эта деятельность, интересно в дальнейшем будет ли продолжение этой деятельности. Какой вклад внес каждый участник в ваш проект и в общий результат вашей работы. Чему они научились в ходе реализации проекта, как это изменило, возможно, их жизнь. Потому что случаются такие истории, когда в проекте были вовлечены волонтеры и они пошли совсем по другому пути, даже не задумываясь об этом ранее. Поэтому, возможно, здесь будут какие-то личные истории. Об этом тоже нужно рассказать, проанализировать, посмотреть. Потому что это нам важно. Почему это важно нам? Потому что мы хотим понимать, насколько действительно важна эта тема для территории. Важна ли она для сообщества, важна ли она для целевой аудитории, дает ли она свои результаты, эффекты, полезна ли она. Поэтому большая просьба на это тоже обратить внимание и все-таки сделать, проанализировать вашу работу и рассказать нам об этом. Особенно об эффектах, возможно, о личных историях. Также не забыть нам рассказать и сказать, что бы вы хотели изменить или улучшить для следующего года, чтобы реализация следующего проекта как с нашей стороны, так и с вашей стороны была более успешной. Ну и, как я уже сказала, что по итогам вы должны будете нам предоставить финансовый и содержательный отчет. Вам необходимо соблюдать строго сроки отчетности, которые прописаны, как я уже сказала, это 15 февраля 2018 года. До этого срока все отчетности в электронном и в бумажном виде должны быть у меня в офисе. В электронном виде вы можете отправить их на любом, либо с печатным вариантом по почте. У вас будет одна копия содержательного отчета, заверенная, подписанная, и копия финансового отчета, где будет табличка с реестром и плюс приложенные все документы, копии документов, подтверждающих расходы по вашему проекту. Либо на любом электронном носителе, желательно не диски. Это вот эти раньше, знаете, такие маленькие были, квадратные, черные. У нас, к сожалению, даже уже в дисковода такого нет в компьютере. Потому что, возможно, у некоторых есть старенькие компьютеры, но если других нет никаких возможностей, то лучше это по электронной почте. Вариант тоже есть. Единственное, что нужно будет в теме письма обязательно указать, куда вы шлете, кому вы это шлете, зачем вы это шлете, и что это вообще вы такое шлете. Потому что, как правило, пустые письма без обратного адреса и без имен попадает в спам, и мы можем их не увидеть. Важно не опаздывать с отчетностью, потому что у нас тоже сроки перед фондом, которые мы тоже должны соблюсти и успеть проверить ваши отчеты, и еще подготовить свой отчет и отправить его в фонд. Поэтому большая просьба отнестись к этому внимательно. Ну вот, как я уже говорила, что мы рекомендуем завести отдельную папку для отчетности и собирать туда все, что относится к проекту. Начиная с газетных вырезок, если это были печатные СМИ, журналы, газеты, какие-то листовки, где-то информация о вас была. Или упоминали о вашем проекте в каких-то, да? Эфирные справки. Ну, сейчас эфирные справки не просим. Как правило, сейчас все это можно найти в интернете. Если это было телевидение, официальное телевидение, то, в принципе, всегда можно найти ссылку, либо попросить у них потом прислать вам ссылку на или видео, копию видео. И опять же, прислать нам. Ну и, как я уже говорила, заканчивая копиями чеков, чеков, счетов, договоров, копии, все складывайте. Забрали документы, копию сделали, в папочку сложили, оригинал отправили в бухгалтерию для дальнейшей отчетности. Еще раз обращу ваше внимание, что важно с нами, не только с нами, вообще с донором, где вы получаете, писали заявки, получили грант, любые изменения в содержательной и финансовой части вашего проекта. Если содержательная часть, можно просто по электронной почте известить нас, что вот такого-то числа мы планируем перенести в связи с тем-то и тем-то, прислать нам обновленный календарный план, то финансовая отчетность здесь более серьезная и требует предварительное согласование изменения бюджета, то есть, как я уже сказала, вы пишете письмо с запросом с просьбой внести в связи с тем-то и тем-то внести изменения в бюджет, объясняете почему и поясняете, куда и какие суммы вы хотите перенести. Ну и, конечно же, отчет должен быть предельно подробным и правдивым. Еще раз, да, содержательный и финансовый отчет не позднее 15 февраля. Вот то, о чем я говорила, что на бумажном носителе или в электронном виде, то есть на любом носителе или на электронную почту здесь указана моя личная почта, она есть и в положении о конкурсе, это администратор конкурса Центр Гарант, вот на мою с пометкой, да, отчет о реализации проекта. Кроме этого, все запросы, которые вы отправляете мне на электронную почту, связанные с реализацией, да, вашего проекта в рамках конкурса «Активное поколение», огромная просьба указывать тему письма. Там есть такая строка «Тема письма». То есть куда, кто вы, и в теле письма он задает, кто вы, кто вы вообще такие, по какому вопросу вы ко мне обращаетесь. Потому что иногда просто до смешного приходят письма, что не подскажете ли нам, что вот с этим делать. И все. Ни здрасти, ни до свидания, ни обратного телефона, никаких обратных контактов, только адрес. Вот ищи свищи, куда и кому вы это обращаетесь, в рамках какого конкурса, потому что у нас помимо конкурса только «Активное поколение», еще ряд конкурсов идет, и только в «Активном поколении» из четырех регионов 34 заявки победителя. Поэтому очень вас прошу быть к нам добрее. Ну и, опять же, подготовлен по специально разработанной форме все отчеты. Формы будут у вас приложены и отправлены в электронном виде к договору. Это приложение соответствующее, вы увидите. Большая просьба их не менять, не переводить. Мы уже и так, и так, и так крутили и пытались сделать наиболее оптимальный вариант. Я понимаю, что у каждого есть свое понимание удобности и прочее, но большая просьба. Вот мы не просто так делали эти все формы, придерживаться формы. Если это финансовый отсчет и табличка, которую вам нужно заполнить, она формата А4, вот в книжном, не в альбомном, вот так вот она, а в книжном, то, пожалуйста, вот так ее заполняйте. Не надо ее распечатывать и переворачивать в альбомном виде, потому что это затрудняет потом подготовку, подборку всех документов и подшивку их к остальному, поэтому большая просьба. Если у вас туда не получается там с форматированием, опять же, позвоните, проконсультируйтесь, мы всегда вам поможем. Отчеты подписываются руководителям проекта и бухгалтерам проекта, людьми, которые у нас зафиксированы в договоре, финансовый и содержательный. Кроме этого, руководитель организации еще подписывает содержательный, по-моему, там есть, и финансовый. Так, ой, обратно. Ой, не туда. К содержательному отчету. Что, какие приложения к содержательному отчету. Про приложения финансовому расскажет Анна, я по содержательному отчету. Документы, которые подтверждают фактическое выполнение мероприятий. То есть вы мне прикладываете те измерительные, вернее, документы, по которым мы будем оценивать успехи и достижения в рамках вашего проекта. Вот когда вы для себя в заявке планировали индикаторы оценки, то есть по каким индикаторам мы сможем оценить достижения каких-то результатов в вашем проекте. Вот все это вы должны будете нам предоставить. Списки участников семинаров. То есть они должны быть не просто заполнены на компьютер и присланы нам. А как это делается? То есть если собирается семинар или какой-то там, я не знаю, мастер-класс, пишется, готовится табличка название мероприятия, дата этого мероприятия, где оно проходит, в рамках чего оно проходит. И перечисляется список участников, где они ставят свою подпись, что они действительно были и присутствовали. Количество участников. Вот копии этих документов нам нужны будут. Фотографии с мероприятий. Фотографии мы просим вас присылать, вот как вы видите, да, к отчету только в электронном виде. Мы вас не просим. Раньше мы просили, потому что мы готовили альбомы. Сейчас вполне достаточно и в хорошем разрешении присылаются фотографии и даже с телефонов, поэтому, и пожалуйста, только в электронном виде. Фотографии к мероприятиям и к отчету только в электронном виде. И, пожалуйста, не более 10 фотографий. 10? Нет, 10 минимум. Но мы будем просто обменять фотографии. Ну, это в течение года, в течение реализации проекта у нас накопятся фотографии, но вот к отчету не более 10 фотографий. Поэтому, но опять же, перебор тоже не нужен, потому что мы потом просто запутаемся в ваших фотографиях и утонем в них. Нам нужны будут наиболее интересные, яркие, отражающие деятельности и успехи ваших целевых аудиторий и ваших как организаций, фотографии, которые будут отражать этот результат. Вот, имейте, пожалуйста, в виду. Ну, вот теперь немножко пробежимся по форме отчетности. Да, основная деятельность в течение отчетного периода. Вот то, что вы запланировали для себя мероприятие вот в данном разделе вы расписываете запланированные мероприятия. Так, сейчас мы… Вот здесь запланированные мероприятия с указанием сроков. То есть то, что у вас прописано в календарном плате в заявке, пишем сюда. Сюда и уже с указанием каких-то изменений. То есть если у вас они совпадают, хорошо, если не совпадают, тоже хорошо, но это должно быть отражено. Ход результата мероприятий. Вот здесь как раз та аналитика, о которой я вам говорила ранее. То есть что происходило в рамках этого мероприятия, кто там присутствовал, сколько человек присутствовало, какую информацию они получили, что получили. То есть проанализируйте, пожалуйста, что это дало, как это, возможно, повлияло в дальнейшем на мероприятие. Допустим, вы там провели обучающий курс по плетению из бересты или лозы и так далее. И у вас прям один человек решил заняться этим делом, самозанятость и так далее. То есть вот это надо не упускать и обязательно проанализировать. Не просто, что прошел, все замечательно, все довольны. Это не аналитика, и не ход, и не результаты мероприятия. Результаты всегда есть, качественные и количественные. Поэтому не забываем, анализируем. Незапланированные мероприятия, то есть те, которые в ходе действий, то есть вы не меняли вашего плана первоначального, но в ходе проекта у вас вдруг ваши партнеры или вы совместно с ними появилось некое такое событие, которое позволило улучшить ваш проект или сделать его более интереснее, более содержательнее или насыщеннее. Вот эти незапланированные мероприятия вы вписываете сюда. Ну и опять же ход и результаты этого мероприятия. Что произошло? Основные результаты проекта. То есть здесь мы анализируем результаты, которые мы для себя планировали. В этой опять же графе мы вписываем то, что у нас, вот прямо как с копирки, с заявки вписываем. Вот здесь вписываем фактический результат. И здесь я вас тоже прошу проанализировать. То есть не просто отписку сделать нам, что вот все отлично, мы сплавились, все у нас получилось, как планировали и так далее. То есть в любом случае, как бы ровно и плавно не шли ваши результаты, они всегда могут отличаться от того, что мы запланировали. Поэтому тоже призываю вас отнестись к этому заполнению этого раздела ответственно. И, алло, пропал звук опять? Ну, это вот, к сожалению, да, вероятно, с нашим что-то провайдером или из-за того, что у нас иногда бывает, эта погода влияет на звук. Все хорошо, ну, отлично. Продолжаем тогда. Ну и опять же проанализируйте полученный результат. Почему так получилось? Что позволило добиться более лучших результатов? Или почему не получилось? С чем это связано? То есть, опять же, не просто какие-то отписки, а действительно анализ вашей деятельности. Ну и незапланированные результаты. Их вот можно вынести в отдельную, отдельным разделом, чтобы было понятно понятно и наглядно, что у вас получилось или не получилось в результате. Ну и количественный показатель. Здесь тоже иногда путаются люди, но быстренько пробежимся с вами. Что приобретено на выделенное финансирование? Укажите основные статьи расходов. То есть, здесь нужно будет, что указать? Я не знаю, не надо расписывать каждый карандашик, каждый блокнотик и так далее. Да, ну не знаю, канцелярские товары для проведения там семинаров или мероприятий. Да, расходные материалы для мастер-классов. И там в кавычках распишите самые основные, то, что требовалось, в скобочках вернее. Какое оборудование было приобретено? То есть, вот самое основное, не надо расписывать там мелочевку, это не нужно, а самое основное, что позволило вам достичь ваших результатов, вот скажем так. Что сделано или оборудовано? Здесь тоже, я думаю, что понятно, да, я не знаю, там комната отдыха для пенсионеров, я не знаю, построены беседки, будут, да, разбит сад или площадка. То есть, все, какой-то продукт, который был сделан совместно, отремонтирован, воссоздан или еще что-то, вот сюда можно будет вписать. Что было издано в рамках проектной деятельности и в каком количестве? Здесь имеются в виду буклеты, наглядные пособия, печатные продукты и так далее. Ну, вот как пример, да, буклет, наименование этого буклета и количество штук, их тираж, в каком количестве были выпущены. То есть, если было несколько буклетов под разным, да, с содержанием, соответственно, будет их несколько пунктов. Методический материал, то есть, они несколько отличаются от обычной печатной продукции, это какие-то разработки ваши, новые наработки в рамках проекта. Если это было сделано, то указываем. Если нет, то нет. Нет, и сюда, как говорится, нет. Пишем, что не предполагалось или нет, да. А если у вас предполагалось, в проекте вы заявили о том, что у вас будет издано методическое пособие, разработанное и издано, то, а вы его не издали или не разработали, в связи с чем это связано, там, соответственно, вы должны будете указать это проанализировав, ну и здесь напечатать, что не издано тогда. То есть, это тоже надо иметь. Каково общее количество участников? Вот здесь тоже иногда делают ошибку, но смотрите, то есть, вы должны нам указать общую сумму, общее количество участников вашего проекта. Общее количество включает и целевую аудиторию проекта, то есть, непосредственно, люди, на которых был направлен проект или эффект или результат от деятельности. Либо и плюс сюда же, в эту, в общее количество входит и косвенная группа. То есть, если были проведены какие-то публичные мероприятия и публичные мероприятия, на которых присутствовали зрители, они относятся к косвенной группе. Тоже их считаем. Я понимаю, что вы поголовно на улице не сможете их посчитать, но хотя бы прикинуть можно, кто, сколько человек было. К косвенной группе могут относиться, если у нас целевая аудитория бабушки, дедушки, то к косвенной группе могут отнестись их родственники. Также в это количество входит и администрация, ваши партнеры и вы как руководители и команд проекта. То есть тоже входит, потому что вы тоже участвуете и вы неким образом получаете какой-то результат или эффект от того, что делали. Поэтому вот это общее количество включает именно эти группы. Ну и дальше мы расшифровываем, что входит в эту группу. жители такого-то поселения, подростки такой-то школы или стольких-то школ в таком-то количестве и так далее. То есть расшифровать, кто это, что за целевые, что за группы населения. Каков возраст участников? Написать разбег участники. Какие группы населения принимали участие и в каком количестве? Так, ну, да, ну вот здесь вот эта расшифровка на самом деле, здесь немножко неправильно, здесь общее количество, просто общее количество, а здесь расшифровка получается, будет. то есть то же самое. Каких партнеров удалось привлечь в ходе проекта? Вот здесь мы перечисляем. из тех, кого мы первоначально запланировали при подаче заявки, кто у нас был в плане стоял как партнер, и тех, кого, возможно, мы сагитировали в наши ряды в процессе реализации проекта. То есть здесь мы указываем всех наших партнеров. Какие дополнительные ресурсы были привлечены? Вот здесь нам нужны ваши, опять же, расшифровки в денежном эквиваленте. То есть если вы привлекали средства софинансирования другого в рамках, ну как бы совместили деятельность двух проектов, потому что она согласуется. Вот здесь вы можете указать, что вот были привлечены средства из другого гранта, указать, откуда, допустим, ну я не знаю, там бюджетные, федеральные средства, там гранты, конкурсов, президентские гранты, может быть, региональные какие-то, то есть указать и сумму указать. Возможно, вам профинансировал, спонсировал какой-то местный бизнес, указать сумму опять же, да, возможно, опять же, тот же бизнес или учреждения, ваши партнеры оказали вам поддержку в качестве там, видеоуслуг, или натуральных каких-то продуктов, товаров и так далее, то есть натуральный ресурс был. Вот здесь тоже важно перевести это, указать, что это было и важно перевести в денежный эквивалент. Каким образом? Ну, допустим, вам предоставили в аренду автомобиль бесплатно или автобус. Вот напишите, что вот там муниципалитет нам предоставил автобус на бесплатной основе, а в денежном эквиваленте это стоило бы нам вот таких-то денег. Да, то есть, ну, проанализировать, сколько это могло бы стоить вам, если бы вы за это платили, если бы вы арендовали и платили за это автобус деньгами. Также по аренде помещения, там, не знаю, по аренде оборудования. Если вам выделили, не знаю, канцелярские товары или что-то еще безвозмездно, материалы строительные материалы, возможно, были такие случаи, опять же, тоже в денежном эквиваленте, что это было за материал и в денежном эквиваленте, потому что нам важно понимать, сколько вы привлекаете софинансирование, это тоже говорит об успехе и о том, как вы умеете фандрайзить, сейчас такое модное слово фандрайзинг, привлечение средств. Что дальше? Освещение проекта, вот здесь тоже Настя, и вы совместно будете работать над освещением вашего проекта, и в отчете вы должны будете нам предоставить информацию о том, где и как, в каком количестве освещался ваш проект. Ну, вот табличка тоже, я думаю, понятна, сильно не будем на этом останавливаться, поэтому здесь наименование СМИ или ресурса какого-то, не знаю, сайт или еще что-то, сеть ВКонтакте, дата публикации или выхода информации, заголовок, как статья называлась, или публикация, ну, и ссылка, если это в интернете, ссылка на интернет-ресурс. Влияние проекта на решение заявленной проблемы. Вот здесь, наверное, это будет самая объемная часть, но почему-то, как правило, ей уделяется наименьшее внимание при подготовке отчета. То есть, вам вот здесь нужно проанализировать все, что вы писали выше, и то, что я вам объясняла чуть выше по реализации, по ходу реализации ваших мероприятий и по анализу ваших результатов, все это объединить и в целом проанализировать, как это повлияло на вас, на вашу организацию, на целевую аудиторию и так далее, и так далее. То есть, ответить на вопросы, которые были вот в первых слайдах, о чем я говорила. Ну, вот здесь мы просим, в этом разделе, мы просим вас привести примеры отзывов о проекте участников. то есть, если будут какие-то мастер-классы или, опять же, публичные мероприятия, которые будете проводить, или обучающие курсы, то вот желательно взять небольшое, может быть, интервью или просто какую-то дать возможность людям написать отзыв. То есть, мы, как правило, если вы участвовали в наших семинарах, это анкета обратной связи. Мы можете поступить также и предоставить нам здесь несколько выдержек из этой обратной связи. Она может быть не только лесная, она может быть и критич, и критич, как правильно, критическая. Вот, Настя мне подсказывает, если вы не слышите, я вам повторю, если вы пишете отзыв, то обязательно к отзыву необходимо будет указать, кто этот отзыв написал. С расшифровкой, то есть, не просто там Иванов П.А., а там Иванов Петр Арсеньевич. Вот, поэтому, да, большая просьба, ну, это, кстати, касается не только вот отчетности и отзывов, очень зачастую можно встретить это и в подготовке заявок, вот, потом не знаешь, как звонить и как обращаться, ставят только инициалы, что не очень удобно для нас, потому что, ну, не знаю, как с памятником, как к памятнику обращаться, да, поэтому тоже обратите на это внимание. Ну, и дальнейшее развитие проекта, здесь тоже вам нужно будет кратенько написать, о том, как будет дальше проходить ваш проект, какие планы вы для себя уже построили в процессе, да, как он, как вы видите дальнейшее продолжение проекта, на какие средства, кто будет контролировать продолжение, да, кто будет ответственность, будет ответственен за продолжение деятельности и так далее, и так далее. Ну, вот, наверное, ну, в качестве приложения, да, я уже говорила, что нужно будет копии письменных материалов, если были таковые по одному какому-то экземпляру методических пособий, если были опросы, нам предоставьте только образец этой анкеты, а потом анализ этих анкет, не надо нам присылать все подряд анкеты, то есть, вот, нас очень часто присылают там прям с копом, анализ делать не хотят, они просто складывают все анкеты, которые они запросили у участников и присылают их нам, делайте сами. Но проект ваш, вы должны проанализировать для себя, что вы сделали, правильно вы что-то сделали или неправильно вы сделали, нужно это было вашим людям или не нужно, Или вы просто сидели и ковыряли в пустую окопы, которые никому не нужны. Поэтому большая просьба, да, все-таки это я даже не к тому, что это мы облегчаем себе жизнь, а это к тому, что вы учитесь в дальнейшем, анализируя, вы учитесь на своих ошибках. Что еще там, да, мы говорили же плакаты, листовки, фотографии в электронном виде, вырезки из газет, если это были печатные СМИ, сжатая информация об обратной связи, да, вот я только что вам говорила об этом. Ну и вот по формату фотографии здесь, да, вот здесь написано не более 3-5 штук, но вот Настя говорит, что не менее 10 нужных ей фотографий, чтобы это было красочно и интересно рассказать потом о вашем проекте. Не забываем, да, все списки регистрации, если семинары какие-то, обучающие мероприятия, фиксируем все, это все индикаторы наших результатов, наших результативностей. Ну и мои контакты, да, если что, звоните, пишите. Теперь, да, давайте я сейчас быстренько слова не расскажу, то есть вопросы, вопросов нет. Коллеги, вы тут еще? Вы меня слышите? Вопросов нет. Хорошо. Отлично. Ура. А то я уже подумала, что я разговариваю сама с собой. Все, отлично. Хорошо. Ну, смотрите, если будут вопросы, я еще буду здесь. Сейчас начнет говорить Анна, рассказывать по поводу финансовой отчетности. Я тоже думаю, она много времени не займет. Но если, ну и там, думаю, будут больше вопросов. Если что, вы пишите. Если на что я смогу ответить, я отвечу. Вам прямо в чате. Если нет, Анна будет по итогам с вами пообщаться. Ну и опять же, не стесняемся звонить, потому что в конце мы всегда говорим, что вот, а мы что-то постеснялись, побоялись и так далее. Не стесняемся, не боимся всегда. Понятно, что мы все люди занятые. Но если вы предварительно позвоните или напишите внятную вашу просьбу в электронном письме, я всегда вам отвечу и либо перезвоню, с вами пообщаюсь. Поэтому не стесняемся, не боимся, пишем, звоним, общаемся, чтобы вместе с плача реализовать и успешно реализовать наш проект. Все, передаю слово Анне, чтобы вас больше не задерживать дольше. По финансовой отчетности. Аня, ты тут? Скажи, Аня, что я уже слово ей передала. Так, все, Анна включается. Отлично. Да, я тогда отключаю пока себе видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, все, я передаю слово. У нас тут на мое место садится Анна. Здравствуйте. Слышно? Меня зовут Анна, я являюсь бухгалтером. Все, все слышно. Татьяна уже говорила, что отчет нужно сдать до 15 февраля 2018 года. По финансовому отчету он составляется в табличке. Табличка экселевская. Сейчас покажу. Сейчас покажу. Вот так он составляется. Желательно бы писать, конечно, вот здесь в уголке номер заявки, чтобы потом было проще найти. Как реестр сам составляется, да? Первая строка бюджета. Вот здесь вот видно. Вот здесь именно то, что прописано в договоре в бюджете, переносить вот сюда. Именно переносим. Вот здесь сумма и здесь все документы, расходы. Платежное поручение, счет, счет фактуру, акт, договор. Все номера с номерами. Их пишем. Здесь следующее графо дату. Дату платежного поручения пишем, когда перечислялись деньги. И обязательно номер по порядку. И, соответственно, сумму фактическую. Все документы по разделу. Ну вот все документы, которые вот в этом разделе. Плохо вижу, что здесь написано, конечно. Побольше не сделать. Так вот, там-то было видно хорошо. Ну, например, канцтовары какие-нибудь. Если вы перечисляете их по безналу, безналичным путем, то все прикалываете. Платежное поручение, счет и акт. Все это вместе крепится и подписывается под одним номером. Например, вот под седьмым. А не в разброс это делается. Так. Да, если документ один относится к разным... Очень мелко напишут. Если нужен будет образец, мы вам предоставим его запросить и по электронной почте напишите. И мы вышли в дополнение. Вернемся. Если один расход, например, в одном платежном поручении вы проплачиваете те же и канцтовары или еще что-то там, расходные материалы, может, какие-нибудь, если в одно предприятие, то расписываете эти расходы. Что относится к одной статье и сумма, которая относится к другой статье. Но все равно делаем две копии и подкладываем к каждому расходу. Так, если указываем... Так, в первичном смысле не только... Вот, да, и пишем в том числе столько-то рублей и средства по договору, номер такого-то, такого-то числа. И заверяем. По зарплате. По зарплате должны быть расчетная ведомость, начисление заработной платы, подписанное руководителем и бухгалтером. Потом все налоги проплачены. Ну, в бюджете-то все равно уже, наверное, прописаны, это отдельно они. И также в реестре. В реестре, в финансовом отчете все равно налоги выделяем отдельно. Не все вместе заработная плата. Так, так, если это штатные, зарплата штатных специалистов, то должен быть приказ о их назначении, кем они являются в этом проекте. А если это сотрудники, при которых по граждан со правовым договором, то у них соответственно договор возмездного оказания услуг и акт. Ну и также расчетная ведомость к ним и платежные поручения, либо расходный кассовый ордер, по которым выделялась заработная плата, должны прилагаться. Перечли, ну-ка, так, это я уже сказала. Тоже уже говорила. Вот сама расчетная ведомость, пример расчетной ведомости. Вот здесь пишется фамилия, начислено, НДФЛ здесь и выдача сколько. Вот здесь вот все налоги прописываются. Для штатных сотрудников еще оплачивается ФСС, а для ГПД только пенсионка, 20%. Так, если по мероприятиям оплачиваем, ну вот, питание, проживание, то также должны быть счет, счет фактура, акт и договор. Если материалы какие-нибудь, ну, например, если констовары, бывает, если покупаете за наличку констовары, то должны, ну, должен быть товарный чек, кассовый чек и вот авансовый отчет. Обязательно авансовый отчет нужен, потому что бывает присылают просто товарный чек и кассовый чек. Это все равно не подтверждение. Вот. Про что еще? Про командировочные, наверное. Авансовый отчет – это отчет о подтверждении, что, ну, расход пошел в организацию, что вы показали у себя в организации этот расход, они просто нам предоставили какой-то чек левый. Так, про оплату товара, да, вот так. Вот я уже говорила, какие документы нужны. Вот, например, приходный кассовый ордер. Вот по расходнику. Если вы выдаете заработную плату по расходным ордерам, выдано здесь договор, по какому договору прописывается сумма. Руководителем подписывается и главным бухгалтером. Тот, кто получает, прописывает сумму прописью, ставит число и подпись. Вот это товарные чеки. Потому что чеки, обычно чеки дают в магазине. Да, чек все равно – это не подтверждение. Должен быть товарный чек и расписан на нем. Что вы покупали, сколько и цену. Так, по мероприятиям. На каждом мероприятии должен быть составлен список участников с указанием названия организации, должность, рабочий телефон, электронная почта, фамилия, отчество и подпись. Нет, вот вопрос, в какой форме предоставлять авансовый отчет. Вот эта форма финансового отчета, который я показываю, вот эта форма есть. Форма отчета. Поэтому отчету предоставляется отчет авансовый. А где его взять, если нет бухгалтерии, что ли? А если у кого-то нет бухгалтерии, можно в интернете набрать, взять. И если нет, так пишите нам, мы вам вышлем. На электронный адрес. Так, оплата так. Чего мы еще не рассказали? Ага, про командировки же мы еще не сказали. Если вы ездите в командировки, то должен составляться приказ. Сейчас, секунду. Вопрос. Надежда Васильевна задает. Анна, как быть с персональными данными участников при заполнении анкет из списков участников мероприятий. Нужно ли ними заключать соглашение на обработку персональных данных? Да. Ну, бухгалтера. Да, надо, надо. Это, скорее всего, бухгалтер, вопрос не бухгалтера, а ко мне. Мы, как правило, прописываем это прямо в списке при регистрации, если мы запрашиваем у них личные данные. Если мы у них не запрашиваем каких-то данных о, там, я не знаю, паспортных данных и каких-то личных, в принципе, этого не требуется. Если вы просите, чтобы они в регистрационном листе указали электронный адрес и номер своего мобильного телефона, у нас есть формулировка, которая у нас в колон-титул забита регистрационной формой, и, то есть, они автоматически, расписываясь в этой регистрационном листе, подтверждают согласие на использование, условно говоря, своих данных. Но, как правило, анкета не обрабатывается, не заносится ни в какие, как говорится, списки, и потом нет спама. Если кто с нами работал, мы этого никогда не делаем. Это только для обратной связи или для того, чтобы, там, не знаю, в кратчайшие сроки с вами связаться, если нужно будет и так далее. Если вы заключаете договоры, там, я не знаю, договор это уже само по себе, да, подписывается документ, но если вы запрашиваете, вот как мы делаем у инициативных групп граждан, когда заключаем с ними договор, там может быть отдельная форма, то есть, прямо отдельным листом с расшифровкой, с писанием адреса и данных паспорта о том, что они подтверждают, разрешают использование там в определенных целях своих данных. То есть, можно еще указывать так. То есть, не просто использование, а использование в определенных целях. Я надеюсь, что... Татьяна, дальше опять вам вопрос. Да, какой? Читай. Фрио фото участников, это тоже персональные данные. Мы их дали, передаем для отчета в фонд, для отчетности в фонд. Фотография из массовых мероприятий не из-за персональных данных, но у меня с людьми посчитывается каждый человек с адресом. И номером телефона на фотографии, а мы этого не требуем, то фотографии вы из личных массовых мероприятий имеете право нам присылать, особенно для внутреннего отчета, поскольку мы не публикуем их в них. И фотографии, которые вы присылаете к пресс-релизу, они будут опубликованы. Массовых мероприятий их можно опубликовать. Если у меня будут вопросы по актерскому праву, так я их задам, когда буду публиковать фотографии. Потому что это очень долго. Если вы не подписываете, то это конкретно домом и адресом, то это не персональные данные. Ну вот если кто не слышал, повторю. Не слышно, напишут. Не слышно. Кто не слышал, повторю. То есть с публичных мероприятий это не является авторским правом. Фотографии и персональными данными тоже. То есть это если вы участвуете в проекте как фотохудожник и делаете какие-то портреты, фото портрет это ваш интеллектуальный условно, да, или какой-то труд, вот тогда это может возникнуть какие-то вопросы. Если вы нам присылаете фотографии с ваших мероприятий в рамках вашего проекта и договора, это не является персональными данными или авторским правом. То есть это не каким-то неподлежитым... То есть если есть авторы, которые хотят видеть свою фамилию, то их собрать не не лезут просто. Так. Все, да. Ну давайте тогда вернемся к отчетности, Аня. Да, есть еще что-то. Так, мы на... Ой, про командировку не рассказала. Ну транспортные расходы. Если вы нанимаете какой-то автомобиль, который вас куда-то повезет, то с ним нужно с водителем заключить договор, если это его автомобиль на безвозмездное оказание услуг. И вот чеки прикладываем также. Вот этот договор и расходный ордер, по которому мы выдавались деньги. А если это ваш автомобиль, то все документы, которые по автомобилю, путевой лист и тоже также РКО, либо платежное поручение, если ему переводите. Ладно, а где-то... А командировочные расходы, я хотела бы по ним еще вот поговорить. Где они были? А, вот они, командировочные расходы. Так, в командировку мы можем только отправить штатных сотрудников. Вот, проездные документы он предоставляет, билеты, квитанции, документы, которые подтверждают. Его суточные, это авансовый отчет. Вот, по проживанию документы также предоставляются. Там может быть чек, может быть счет. Как таковых там актов нету. На них тоже составляется авансовый отчет и приказ о том, что ездили в командировку. По какому меру? Ну, там мероприятие какое, как таковое должно быть. Вот. И также расходный ордер, что выданы деньги, либо под отчет ему выданы деньги, либо уже когда компенсировали ему деньги. Когда он отчитался по авансовому отчету. Про что еще рассказать не знаю. По инициативным группам еще, наверное, надо рассказать, потому что инициативные группы, они же просто запрашивают счета. Да, мы эти счета оплачиваем. Мы оплачиваем эти счета. Потом все оригиналы документов должны быть у нас. Нам их присылают. И все, наверное. Акты приема передачи делаем мы. Подписываем с вами. По завершении, да. Так как вы физическое лицо, мы должны будем с вами закрыть наши с вами взаимоотношения. И так далее. По призовому фонду, вот скажи немножко, потому что у некоторых возникает вопрос, что очень много расходов на призы. Ведомость по выдаче призов. Да, ну там подарков должны до тысячи, которые можно на них не делать. Ведомость такая, которые свыше тысячи, должны быть прописаны фамилиями отчества, паспортные данные, потом подарок, стоимость, ну и подпись получателя. Ну, общая сумма. Также внизу это все должно быть, но посчитана общая сумма. И акт на списание организации материальных ценностей. Да, что подарки эти списаны. Ну да, да, да. И первичные документы. Это счет, акт. Товарная накладная, скорее всего, в этом случае будет. Вот. Еще хотелось бы по поводу договоров, которые мы составляем, чтобы вам перевести деньги. Не забывайте, пожалуйста, просто в этих реквизитах проверить, что были указаны наименования, куда перечислять, ну, когда будем перечислять для муниципальных организаций. Потому что обычно пишут название муниципальной организации, они пишут наименования. Там же в платежке нужно УФК, там, например, по Архангельской области и нау, и у кого-то по Вологодской области, и вот так вот. Просто мне приходится всех потом взванивать и это все уточнять. Потому что лицевой счет и КБК уже как бы стали все указывать, а вот наименования забывают иногда указать. Все? Все? Да. Есть какие-то вопросы еще спросить? Полики. Есть вопросы какие-нибудь? Спрашивайте. Пока у нас еще есть время, можно еще задать вопросы. Вот по вкладке, где вопросы. Вот, подожди. А, или мы уже ответили, там был какой-то вопрос. Творческая группа выезжает на территорию с концертом. Что придет... Так, что придется составить список тех, кто выступает и тех, кто зрители, они же, в общем, все участники. Концерты. Ну, зрителей, естественно, переписывать нам не надо. Я этого не говорила. Я говорила о проведении каких-то обучающих мероприятий. Давайте я как раз заберу. Отпустим Анну. Да. Анна, спасибо. Я... Да, сейчас еще кратенько немножко вас задержу. Я говорила о том, что это должны быть, если это будут какие-то организованные, специальные мероприятия, обучающие, семинар, мастер-класс, круглый стол, дальше, какие-то обучающие курсы, где вы фиксируете, кто у вас приходил, сколько людей участвовало. Вот имеется в виду, здесь вы должны нам предоставить подтверждающие списки. Если у вас группа едет куда-то, вы просто нам предоставляете отчетные документы по поездке этой группы, собирать пофамильно и просить расписаться участников публичного мероприятия, те, кто присутствовал, зрителей. Не надо. Еще раз. Так, вопросов нет. Все понятно. Все. Да? Так. При заполненке нужно с ними заключать соглашение в работе. Ну, еще раз тогда, да, спасибо, что вы присутствовали. Еще раз говорю, что после, до конца этой недели я сейчас начну рассылать вам договоры. Телефон для связи. Вот наш телефон для связи. Это вот лично мой адрес электронный. Электронный адрес. это телефон офиса, где меня соединят с вами, если я буду свободна. в принципе, я, как правило, всегда нас меня соединяют. А, да, спросить только, спросить только, спросить только, спросить только Татьяну Калинчук, удостовериться, что у телефона я, или мне передали трубку. Вот, потому что я на этом телефоне не сижу, это наш офисный телефон, многоканальный, поэтому, да. вебинар будет записан, он записывается, и будет выложен вот на адрес, на нашем сайте НГО Гарант, в разделе Медиатека, появится в ближайшее время. Материалы, еще раз говорю, весь семинар был на основе требований, большая часть, во всяком случае, вебинара, информация была взята из того, что у вас будет в приложении единые требования к отчетности, там можно будет более подробно посмотреть, ознакомиться. И еще раз, вам, когда вы будете, я вам отправлю по электронной, прочитаю, процедуру сейчас немножко еще проговорю, чтобы нам с вами не запутаться, смотрите, я вам отправлю, до конца этой недели будут отправлены договоры на адреса, которые указаны у вас в заявках, пожалуйста, проверяйте почту, поднимите вашу заявку, посмотрите, какой там указан электронный адрес и проверьте его, пожалуйста, до конца недели мы будем высылать вам договоры. Будет выслан комплект документов, то есть непосредственно сам договор и плюс 5 приложений к нему, как я уже озвучивала, это описание проекта вашего, бюджет проекта отдельно будет, отдельно будет форма финансовой отчетности как приложение и отдельно форма содержательной отчетности и плюс единые требования к подготовке финансовой и содержательной отчетности. Вот этот весь комплект документов вы проверяете, особенно обращая внимание на реквизиты организаций и если есть какие-то вопросы, замечания, пишем мне, спрашиваем меня, мы с вами согласовываем. Как только все вопросы урегулированы, вы распечатываете все документы, договор и все 5 приложений и присылаете их мне, а сканируете, можно сканировать их все в один файл, то есть не каждый лист отдельно, а можно все в один файл отсканировать, подписать, вернее все это, все приложения и договоры отсканировать и прислать мне на электронную почту. Оригинал прислать мне, почтой России. Можете DHL прислать, кому как удобно. Да, желательно указывать Центр Гарант, а не Татьяну Калинчук лично, потому что иногда эти письма теряются, потому что там, ну вот такая у нас почта. Да. И в соответствии, как только вы мне пришлете согласованный и подписанный вами договор и приложение к нему, то есть все приложения являются неотъемлемой частью договора, поэтому все они должны быть подписаны и высланы нам. То есть подписывая приложение об отчетном, приложении, где содержится отчетность, вы подтверждаете, что да, вы ознакомлены, вы знаете, какие формы отчетности должны быть и как нужно готовить отчетность, когда вы подписываете единые требования. Поэтому получили по электронной почте, согласовали, распечатали, подписали договоры все приложения, отсканировали, прислали мне скан. На основании скана мы вам переводим средства и дожидаемся от вас оригинала документов. Желательно не задерживать, присылать сразу. Вот. Если у вас вопросов больше нет, я больше не буду вас задерживать. Если возникнут вопросы по ходу реализации проектов, еще раз говорю, не стесняемся, не боимся, звоним и спрашиваем. Все. Надеюсь, наша сегодняшняя с вами встреча была полезна для вас и успешной вам реализации проектов. Спасибо. Спасибо. До связи. Мы еще с вами свяжемся и услышимся. Всего доброго. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...